И снова добрый день, дорогие друзья! С вами, как обычно, Едоман. А значит, сегодня мы будем что-то есть и, конечно же, поделюсь с вами своим мнением. Опробовать мы будем плов со свининой от производителя Дубки. Рекомендую посмотреть, кто не видел, мы пробовали плов с говядиной, тоже очень неплох был. Так, что по самому плову? Плов со свининой. Консервы мясорастительные, стерилизованные с крупами. Изготовитель ООО «Мясокомбинат Дубки». Российская Федерация, Саратовская область. Состав. Свинина, рис пропаренный, лук жареный, морковь свежая, вода питьевая, масло подсолнечное, соль поваренная, пищевая. Тоже, кстати, барбарис сушеный. Все те же самые добавки здесь присутствуют. То есть, барбарис сушеный, зира, кориандр молотый, томаты сушеные молотые, куркума, паприка сладкая молотая, паприка острая молотая. В общем, то же самое, что и в плове с говядиной. Массовая доля мясных ингредиентов по закладке не менее 30%. В общем-то, все аналогично. Единственное, что здесь в составе свинина. Там была говядина, плов с говядиной. Так, на упаковке изображен вариант приготовленного блюда, как обычно. Для удобства вскрытия на банке присутствует ключ, то есть открывашка нам не понадобится. Так, срок годности. Срок годности не более трех лет. После вскрытия потребительской упаковки консервы хранить в холодильнике не более 24 часов при температуре от 0 до 6. Масса нет, а 325 грамм. На самой крышке с ключом написано 27.07.2021 год. Я так понял, что это у нас срок годности. Перед употреблением рекомендуется разогреть. Но это само собой, потому что точно мы холодным это есть не будем. Давайте вскроем. Вскрывается очень легко, удобно и быстро. Продукт на запах. Ну, кстати, в плове с говядиной сразу при открытии банки очень сильно чувствовалась зира. Здесь же этого запаха нет. После вскрытия сразу пахнет именно сушеными томатами, рисом и мясом. Возможно, свинина имеет более насыщенный аромат, чем говядина. Этого я не знаю. Напомню, что я не профессиональный дегустатор. Я просто пробую продукт и делюсь своим мнением. Вот и все. Ну, зиры здесь отдаленный запах. Как я уже сказал, больше сушеные томаты присутствуют. Рис, соответственно, пахнет очень неплохо. Ну и свининой. Но свининой пахнет более такой тушенкой. Ну, как свиная тушенка, скорее всего. Да, очень такого прям запаха специи, как в рисе с говядиной я не ощущаю. А теперь давайте перейдем в приближенное рассмотрение и посмотрим, как выглядит вблизи данный продукт. Вот так вот вблизи выглядит плов со свининой. Покажу вам банку. В принципе, здесь все крупно написано. Дубки. Плов со свининой. Вариант приготовленного блюда. Состав, конечно, здесь мелковато написан. Но все-таки более-менее читабельный. Давайте выкладывать наш продукт в емкость. Конечно, достается он с банки очень тяжеловато. Поэтому я взял даже на всякий случай и ложку. Поставил на паузу. И для вас прошло одно мгновение. И вот уже плов находится в тарелке. Теперь давайте разогреем плов со свининой в микроволновке где-то минуты-полторы. И посмотрим, как изменится вид нашего блюда. Прошло полторы минуты и наш продукт разогрет. Конечно, смотрите. Вариант приготовленного блюда, изображенный на банке, очень сильно отличается от того, что мы видим на самом деле. Ну да ладно. Я надеюсь, на вкус это не повлияет. А сейчас давайте пробовать данный продукт и буду делиться своим мнением. И да, я хотел бы напомнить, что не пытаюсь обидеть никого из производителей и не сотрудничаю ни с какими из фирм. Видео представлено. Чисто мое мнение, которое с вашим может никак не совпадать. Поехали. Вкус у риса очень хороший. Как я уже упоминал в плове с говядиной, здесь не хватает соли. Я, лично я бы, досолил. Но, как говорится, соль это белый яд. Так, в принципе, блюдо очень даже неплохое. И, кстати, здесь, по-моему, специй меньше. Давайте еще попробуем. Вкус освинины ощущается здесь очень слегка. Нет такого прям выраженного вкуса свинины. Но рис очень вкусный. И специй здесь, такое ощущение, как будто меньше. Либо они лучше сбалансированы, либо их просто меньше. Не так сильно пьет. То есть специи не забивают вкус самого продукта. Хочу попробовать найти мясо. Вот нашел кусочек свинины. Странно, вот что могу сказать именно по свинине, какой-то вкус у нее вообще не выраженный. То есть свинина не очень. И, как я уже сказал, мало соли. И что могу сказать по данному продукту. Брать, в принципе, это можно. Как я уже говорил неоднократно. На тормозок, если некогда что-то приготовить. Просто купил, открыл, разогрел и съел. Просто возьми, разогрей и съешь. Без всяких заморочек. Вкус, конечно, соли маловато. Сильных прям таких специй отталкивающих нет. Но мясо свинины как-то не очень вкусно, если честно. Точнее, оно не может быть вкусно или невкусно. Просто вкус какой-то... Нет того вкуса свинины, к которой мы привыкли. Даже нет такого вкуса, как с тушенки. Если плов с говядиной, я уверен 100%, что возьму еще раз. То плов со свининой где-то 50 на 50. Возможно, я возьму, но когда-нибудь потом. А вас я, как всегда, попрошу подписаться на мой канал. Поставить большой палец вверх. И ждать следующего видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok